Нынешняя зима принесла не так много снега, как прошлое, но зато не поскупилась на ветреный прогноз. Жёлтый, оранжевый и даже красный уровни опасности объявляют чуть ли не каждую неделю. Вот и предыдущая выдалась неспокойной. Выходные порывы достигали 27 метров в секунду. Ураган успел наследить и в Бобруйске. По городу порядка 8 обращений граждан. Единичные случаи по отсутствию напряжения в их домовладении. По Бобруйскому району ситуация сложилась более сложная. Порядка 17 заявок было. В частности, было задействовано 3 бригады для ликвидации дополнительно ремонтных, 6 единиц техники. Специалисты были на готове ещё с вечера пятницы, поэтому все неполадки устранили в течение дня. Без работы не остались и спасатели. На проспекте строителей ветер снес остановку прямо на проезжую часть, а на Ульяновской сорвал шестяной лист с фасада магазина. На Минской пострадали троллейбусные линии. В субботу на них упало дерево. Поломку устранили крайне быстро. Сейчас об этом ничего не напоминает. Транспорт движется строго по графику. В масштабах страны Бобруйск отделался лёгким испугом. Только в Могилёвской области ветер повалил 6 деревьев. Во всей республике – 121. Здесь же упавшие билборды, сорванные крыши и выбитые окна. Повреждено и 16 автомобилей. Нарушено электроснабжение почти тысячи населённых пунктов. К счастью, никто не пострадал. Несмотря на то, что погода немного успокоилась, бдительность терять не стоит. Сильный ветер всё ещё в прогнозе. Нужно быть крайне осторожными, при сильном ветре не прятаться за рекламными щитами, за остановками. В случае шквалистого ветра переждать где-то в аптеке, в магазине, а лучше избежать походов по городу. На вторник в Беларуси снова объявлен оранжевый уровень опасности из-за ветра. Утром и днём порывы достигнут 20 метров в секунду. Мокрый снег, гололёд и туман продолжат доставлять неудобства пешеходам и водителям. Температура будет колебаться от минус трёх до плюс пяти. Погода станет комфортной лишь к середине недели. Карина Гуревич, Максим Галёнко, Бобруиск, 360.